Ребята, всем привет! В общем, так как я неугомонная Саночка-Ханочка, даю вам еще информацию про африканских серых попугаев. Я поставила уже два видео, часть первая, часть вторая. В общем, это продолжение Морлеозонского балета. Вот наша Полиночка. В общем, птица, ну, настолько воспитанная. Она, ребята, посмотрите, как она себя ведет. Во-первых, помимо того, что они очень умные, вот они великие мудрецы, они любят слушать. Когда я говорю, она очень внимательно меня слушает, как вы видите, да, вот она на природе. Вот я ее поставила. И вот я буду говорить, она будет слушать, слушать и слушать и слушать. В общем, замечательная птица. Я очень счастлива, что мы ее купили. И вот 22 года мы с ней не разлей вода. Значит, я хочу вам про нее немножко рассказать. Не только конкретно про Полину, но и про других африканских серых. Значит, эти попугаи, помимо того, что они считаются одни из самых больших любимцев среди всех попугаев. За ихнюю коммуникабельность, за ихний характер. Вот. А, значит, с некоторых пор, по-моему, если я не ошибаюсь, с 12 года, значит, ученые, они определили, что среди них, среди них этих попугаев, есть два вида. Краснохвостые и бурохвостые попугаи. Окей. Вот Полиночка у нас краснохвостая. А есть тоже вот африканские серые, они бурохвостые. У них хвост более бурый. Вот, кстати, тут на фотографии, на видео, у нее хвост почему-то не красный. Он как-то меняет цвет. Он какой-то вообще непонятный хвост. Значит, эти попугаи, они населяют в основном тропические зоны Западной и Центральной Африки. Значит, попугаи ЖКО считаются одни из наиболее разумных птиц, обитающих на нашей планете. Благодаря их способностям, подражанию различных звуков, они завоевали огромные симпатии среди владельцев домашних питомцев всего мира. Вот есть такие племя, по-моему, Йоруба называются. Это африканский народ. Они используют ихние хвосты и перья, чтобы создать уникальные маски на своих религиозных праздниках. А впервые об этих попугаях узнали жители Европы ещё в 1402 году, то есть ещё в 14 веке, когда Франция оккупировала Канарские острова, они вот обнаружили этих попугаев. И на Канарских островах этот вид появился в результате торговых отношений между Португалией и Западной Африкой. Всё время шло... А, время, как бы, да, проходило, и всё эти... больше и больше отлавливали этих птиц. И люди начинали понимать, что... что они очень умные. То есть их начали, как бы, экспортировать и переправлять в разные страны. Значит, по поводу краснохвостых попугаев, вот как у меня, они представляют доминирующий вид. При этом они намного крупнее. А я действительно видела в магазине, где продают попугаев, вроде они один в один, но почему-то они меньше. То есть бурохвостые, они вот один в один похожи на краснохвостых, но они меньше. Они меньше. Явно видно, что вот размером не вышли, как бы, да. Но они, в принципе, такие же самые. И поведение у них аналогично. Единственное, что они поменьше. Вот. Около 18 лет у них начинается линька. То есть они скидывают очень много перышек, крылышек. В общем, всё. Отмерзшие они скидывают. И у них окрас становится ещё более привлекательным. То есть 18 лет они, как бы, да, вот, вроде такие там, да, какие-то вот, ну, красотуны. Но именно вот после 18 они скидывают, и у них они просто как переливаются. Вот. У них очень красивая радужная оболочка, которая имеет серый оттенок. Но, опять же, по истечению первого года жизни, значит, оттенок приобретает немножко, как бы, желтоватый такой, бледно-желтоватый цвет. А вот эти бурохвостые попугаи Жако, они абсолютно не отличаются умственными способностями ничем. Единственное, что вот размер. Взрослые особи где-то вырастают до 28 сантиметров. Ну, где-то вот так, 28-30. Поэтому они относятся к категории средних по сравнению с размерами других попугаев. А вообще у них основной окрас обычно угольно-серый такой, как вот мокрый асфальт. Значит... Но вот даже вот если сравнивать краснохвостых и бурохвостых, да, то статистика подтверждает, что бурохвостые, они быстрее взрослеют, быстрее развиваются. И они даже быстрее начинают подражать человеческой речи, чем краснохвостные. Значит, разновидность бурохвостых является более устойчивой к внешним раздражителям шума. Поэтому бурохвостые менее шумные. Но хочу вам сказать, вот из моего опыта, да, Полина Ивановна, это же просто... Ну, я даже не знаю. Это такая птица. Ей главное, вот именно Полиночке, да, чтобы она была рядом со своими хозяевами. Эту птицу не видно, не слышно. Она настолько воспитанная, настолько хорошая. Это прекрасный, прекрасный слушатель. Она настолько внимательна и... Вот только говори, только говори, какая она кукла, какая она хорошая, какая она умница, красавица, как её все любят. Это всё, больше ничего не надо. Вот настолько она это всё любит. Вот. Кстати, есть попугай американский. Называется это видео Пэрот Эйнштейн по-английски. Значит, африканский серый краснохвостый. Этот попугай... Конечно, там серьёзные профессионалы, которые именно им занимались. Значит, этот попугай, ты ему задаёшь вопрос, он тебе даёт ответ. Вы представляете, насколько они умные? Значит, что ещё вам рассказать? Как правило, да, вот если они в природе, они настолько умные, они даже вот, допустим, они хотят отложить яйца, ну вот насколько умные попугаи, да, в природе. Значит, они находят гнёзда бывших пернатых, неважно кого. Они там наводят порядок, так как они любят чистоту. И там они откладывают свои яйца. То есть даже в этом плане они вот очень сообразительны. Зачем им таскать эти ветки, этот хворост? Вы же понимаете, да, они по уму. Видят брошенное гнездо, оп, они его почистили, навели шмон, и потом облегчают себе жизнь. То есть они и умные, и они выживут, выживут. Главное, чтобы холодно не было, потому что холод они не переносят. Значит, даже вот статистика есть, что они живут и до 70 лет. Вы представляете, вот попугай может даже пережить своего хозяина. Как интересно, да? То есть эти птицы великие долгожители. Значит, они очень умные по поводу растений. Они умеют различать съедобные и несъедобные растения. Они могут в природе найти безопасную воду. Допустим, они рассоединились, они знают, как найти друг друга и воссоединиться со своими семьями. Очень любят плоды масличной пальмы. Это то, что они кушают, как бы, да, в природе. Значит, они также нападают просто стаями на огромные поля с кукурузой. Они очень любят кукурузу. Я, кстати, когда покупаю кукурузу, я ее, правда, отвариваю в воде. Просто отварила в воде без соли, без масла и жду, когда она остынет. Отламываю ее кусочек. Она очень любит кукурузу. Так что, ребята, кукурузу, они за кукурузу родину продадут. Вот. В домашних условиях они могут питаться любыми фруктами, овощами. Вот. Но, опять же, ребята, им нужен протеин и им нужен кальций. Так что, надо обязательно это тоже как бы учитывать. И, опять же, да, кальций им необходим, протеин им необходим. Кальций – это для костей. Протеин – это для энергии, для сил. Потому что, если протеин и кальций будет отсутствовать, это будет дохлая птица. Ну, как бы без энергии. Будет вечно сонная спать. Будет хотеть. значит, опять же, как я говорила, это птицы не будут кушать то, что не полезно, то, что они чувствуют, что это не полезно для них. Да, вот, хлебобулочные там. Вот, допустим, собачки мои, я могу блины пожарить, дать им блины. Я могу, они любят выпечку мою, они любят печенье мои, они это с удовольствием кушают. Полина это кушать никогда не будет. Все, тесто – это не ее тема. Она любит овощи, морковка, бурячок. Окей, делайте там борщик, кусочек капусточки, кусочек там сырой картошечки, они очень любят картошечку. Помимо овощей, они также очень любят фрукты, они любят семечки, они любят орехи, муки. Так что, вот такие вот наши серые попугайчики. Значит, они любят купаться, купаться. Иногда они залазят даже в кормушку с питьевой водой. Но когда Полина хочет купаться, именно купаться не в кормушке, потому что она толком не промокает, а она сама мне говорит, Полина, купаться. И я иду, ей делаю такую водичку с пенкой, с детским шампунчиком, бескислотным. и она с удовольствием очень любит. Она даже иной раз не хочет вылазить, хочет еще купаться. Вот. Они могут быть очень агрессивными, если их обижать и что-то неправильно делать. вот. Значит, у них обычно, вот, да, допустим, в домашних условиях, если у вас два попугая, и они любят друг друга, это редко бывает, я уже об этом говорила, но бывают, бывают такие случаи. Так, значит, я подписана на одном форуме, значит, у человека он американец, он живет в другом штате, значит, у него два попугая, он их сразу купил в питомнике вдвоем, они уже с детства, как бы, он увидел, что они любят друг друга, он их вдвоем купил, и потом они прожили у него какое-то время, и он им, ну, увидел, у них начался брачный период, то есть, он начал на нее запрыгивать, и ее топтать, вот, типа, как курочки, то же самое, и он сразу купил специальный домик, потому что они очень, как я говорила, у них на подсознательном уровне чувство самовыживания, чувство страха, это у них все присутствует, и, конечно, когда самочка вынашивает новое потомство, ей нужна как бы, да, персональная, интимная, тихая какая-то площадь, значит, продаются специальные домики, значит, вот она в этот домик залазила, и он потом рассказывал, как самец ее кормил, как самец ее оберегал, у него они практически очень мало говорят, потому что, как я уже говорила, если они любят друг друга, они уже к людям, ну, принимают их как должное, потому что люди их кормят, они зависят, вот, но большой любви, конечно, как бы, да, человек от них не получает, просто уважение и все, вот, так что вот такие вот дела, ребята, и по поводу по поводу что я хотела сказать, значит, их отлавливают в огромных количествах этих попугаев, к огромному сожалению, потому что, знаете, как, бизнес, никаких чувств, это бизнес, вот, вот, и, конечно, очень много попугаев погибают, очень их жалко, конечно, но, ребята, спасти весь мир мы не можем, мы маленькие люди, и нас никто не будет слушать, они на них делают сумасшедшие деньги, вот, например, мы Полину покупали, да, она нам стоила 1200, только, вот, вот эту красоту купить, окей, и вы представляете, вот, они поналовили кучу этих попугаев, и их перевозят в страшных условиях, кстати, зеленые гринписовцы, они очень это все контролируют, и правильно делают, вот, в общем, сами по себе очень-очень уникальные, очень уникальные ребята, и я вам хочу сказать, вот, за эти все годы я благодарю Бога, что он меня, как бы, да, направил купить эту, этого попугайчика, потому, что я ее настолько люблю, вы даже себе не представляете, ну, вот, скажите, как ее можно не любить, это же Полиночка, ты же самая умная, красивая, такая ты добрая, хорошая, ребята, если правильный к ним подход, вы будете самые счастливые люди, вы будете жить ее жизнью, вы будете радоваться, когда она радуется, вы будете прежде чем заходить домой, подбегать сразу к клетке, я иной раз прихожу с сумками, да, там, в магазине купила тяжелые сумки, я их кидаю у входа и бегу сразу, как моя Полина Ивановна, и Полина всегда рада меня видеть, она радуется, и, конечно, как всегда, я несу вкусняшки, так что, вот такие вот, ребята, новости, так что, люблю вас, мои хорошие, пишите отзывы, пишите вопросы, какие, что вас интересует, как вас интересует, я всегда вам отвечу, все расскажу, подскажу, вот, так что, всем хорошего дня, мира на планете, Земля, этого прекрасного голубого неба, и с вами были ваши друзья, Саночка, Ханочка, и Полина Ивановна, так что, всем пока, ребята.